Десятки видновчан и жителей других поселений собрались на открытии сквера, всего за несколько недель созданного на неприглядном месте в старой части города. Так решено было увековечить память легендарного земляка, известного видном озеленителя Тимофея Игнатьевича Лемешко. Первым поприветствовал участников события глава муниципалитета. Именно он был инициатором появления этого уютного уголка. Сегодня мы действительно радуемся, когда проходим по этим замечательным улицам, по улице Лемешко, по улице Гаевского, по улице Садовой. Радуемся за то, что сохранилась эта замечательная инфраструктура. Тимофея Игнатьевича уже больше 50 лет нет в живых, но его имя навсегда останется в истории видного, в названии улицы и сквера, в тех добрых и важных делах, которым Лемешко посвятил свою жизнь. Очень радостный день, потому что я хорошо помню, что здесь было. Здесь стояла электрическая будка, брошенная, где жили бомжи, была антисанитария. Любая площадка – это уже хорошо. Можно прийти сюда с веры потанцевать. Александр Токарев – москвич, но приезжает в видное к родным. Появление такого местечка очень порадовало гостя нашего города. Узнал, что такое Лемешко. Увидел, что яблони цветут теперь в городе Виндома. Мне тоже приятно. Буду чаще ездить в гости теперь. Кульминацией события стало снятие белого полотнища, скрывающего информационный стенд. В этом участвовали все, благодаря кому появился в нашем городе новый сквер. Один из них – руководитель территориального общественного самоуправления «Старый город» Александр Баюклин. Конечно, указит. Не знаю, насколько, но трансформаторная будка, которая здесь жила много лет, из которой местные жители боролись, наконец ушла. И вот, слава Богу. На информационном стенде изображены парки и скверы города Видное. Многие из них были созданы благодаря первому озеленителю нашего города Тимофею Игнатьевичу Лемешко. Сквер, по словам его создателей, еще продолжат совершенствовать. Сегодня здесь зеленеют недавно посаженные деревца яблони, голубые ели, кустарники. А вскоре появятся скамейки. И сюда, несомненно, будут приходить люди. На память о торжественном событии его участники сделали фотографии. Когда-то и они станут историей нашего видновского края. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин